Здравствуйте, товарищи! С вами латвийский голос Паши Лобанова и украинский текст пули снегопада. Резьба так называемых храмов Кираду. Раджастан – жемчужина современной Индии. Земля эта хранит следы великой истории и культуры, как в средневековье могли создать такую мощь с разными уровнями сложности от архитектуры в целом, и до каждой мелочи до сегодняшнего дня не умолкают споры. Самая общепринятая версия, что веками оттачиваемое местными зодчими мастерство достигло своего совершенства и непревзойденности. То есть, иными словами, кружевные росписи на камне – это исключительно ручной труд ремесленников. И это только версия. Другие же утверждают, что камень размягчали до мягкости пластилина, и это был бетон, а также упоминается машинная обработка. Каждая из этих версий – только версия, и каждая из них противоречит современной истории. И каждый из сторонников одной из версий считает, что только он правее других. На самом же деле, каждый из них отчасти прав и отчасти заблуждается. По первому пункту, на большинстве объектов присутствовать мог целый комплекс разнотипных технологий. По второму же, каждый объект нужно рассматривать по отдельности. К примеру, резьба по камню в Дилвара Темплс. Лепить, как пластилином, такой шедевр вы станете. Бетонная версия тоже вызовет много сложностей, как, собственно, и машинная резка. Уже молчу за самую распространенную версию о ручном труде зубилом. То, что все версии как вызывают вопросы, так и имеют и определенные предпосылки в том или ином скульптурном произведении, рассмотрим этим фильмом через метод сравнений. К примеру, один комментарий, где у человека было мнение следующим. Если посмотреть внимательно на фото, то видно, что сначала положена кладка, затем часть кирпича снята. Это уже выполнено по кладке. Все выдают швы, они затерты вровень с кирпичом. В Екатеринбурге есть много зданий, где используется кирпич разной формы, но там кирпич изначально был выполнен со срезом углов. Может будет интересно, изучая кирпичное кружево города Ирбита. И я там обнаружил, что делая кирпичный орнамент, использовали не кирпич различной формы, а поверх кирпич обрабатывали фрезой. Технология сходная с обработкой дерева при производстве мебели. То есть Анатолий с сравнением станка ЧПУ по обработке дерева считает, так приблизительно обрезали и кирпич. А что такое эти станки ЧПУ? Станки ЧПУ или по-европейско-эвамериканский CNC. Станки ЧПУ это станки с компьютерным управлением. ЧПУ, собственно, так и переводится, числовое программное управление. С помощью ЧПУ компьютер управляет сервоприводами, которые приводят машину в действие. Очень хороший пример и подходит к рассмотрению разных зданий Индии. Но пока рассматриваем на примере кирпича. Анатолий предполагает по увиденным следам, что сначала выкладывали, а потом резали. Но станки ЧПУ, будь то по дереву или токарные, во-первых, они очень громоздкие. Во-вторых, их нужно было поднять наверх, не считая этажей, утонувших в так называемом культурном слое. И как-то закрепить. В-третьих, допустим, подняли наверх и установили эту механику с компьютерным управлением времен холопов и батюшки с короной на голове. А приводы от чего? От паровых установок? Или все же электричество подавалось? То есть станок должен быть не таким громоздким, крепежным и плюс должна быть переносная электростанция, скажем, паровая или бензиновая. Но о каких мы говорим временах? Далее. С круговыми элементами не все так просто. Возьмем к рассмотрению так называемую водонапорную башню Германии из города с довольно интересным названием Росток. Вначале смотрим на темный кирпич, который снизу идет линиями в середине галочками. Так все точно вымереть и так идеально выложить, чтобы все по кругу совпало, это еще надо уметь. Ну, то бишь, иметь знания. Быть специалистом высокого уровня и со стажем. Это здание настолько точное математически и является архитектурным шедевром, что я не совсем понимаю, когда такие башни называют водонапорными. Как, собственно, я уже говорил, водонапорная башня работает за счет насоса, попадающий в воду в резервуар наверху за счет высоты напор и появляется. У большинства этих старинных башен резервуар отсутствует. Плюс красный кирпич разных оттенков, и к этому мы еще вернемся. А теперь переходим к башенкам. Рассмотрите каждую ступеньку круговой кладки. Видим абсолютно разный материал, как кирпичный, так и керамический. И как все идеально загнано в круг. Само собою, за этим рядом кирпичным должен быть еще один кирпичный ряд и, скорее всего, с такими же закруглениями. Если кто-то не уловил всю сложность, то переходим к еще одной так называемой водонапорной башне, а именно кудб-минару в Дели. В Дели. Считается, что он самый высокий в мире кирпичный минорет. Здание из земли вырастает, как растение, и на каждом витке отпочковывание... Своя сложность. Нижний ряд полукругом, потом треугольником, потом вновь полукругом и снова треугольником. Второй виток. Уже каждая линия идет полукругом, третий треугольником, четвертый полностью круговая кладка. То есть в строении отображен весь процесс роста и преображения из формы в форму, как бывает в природе. Сверху своеобразный цветок, части которого, возможно, не сохранились. И снова видим разные оттенки, отчего сомневаюсь, что здание именно кирпичное. Больше похоже, что использовался и кирпич, и разный мрамор, и разный вид камня, что само собой, окопаясь в таком пазле, сложность строения завышается в тысячу раз. Этот тетрис вообще невообразимый, разных цветовых гамм, да еще и кладка камня разных размеров, приближенной к полигональной кладке. Обращает очень много вещей на себя внимание, к примеру, швов в кирпичной кладке совсем не видно. Очень много узелковой письменности, везде присутствует декоративная кружева, обилие досадных мелочей и разнотипных каменных декоров. И как это сделали? Станком ЧПУ? Или пазл привозился тетрисом на место и потому собирался из разного вида камня? Как раньше зодчие такое ваяли? Это же голову можно сломать! Само собой, больше внимания на себе принимают места стыков разных стеблей. Это же надо было так усложняться и столько рисунков разных наделать, как внешних, так и внутри этих получашей. А что официальная наука на этот счет говорит? Башня создавалась как знак государства-мусульманства над индуизмом в Дели. Даже кирпич для нее был взят от стен разрушенных индуистских храмов. Правда, смешно? Камень разный как по составу, так и по форме. Все же видно, если глазами смотреть. Как можно было заявить, что, чтобы построить это здание, что якобы что-то разбиралось, где каждая кирпичинка на своем месте, как пазлики? Что, если одну выдернуть из общей картины, ее в другое место невозможно всунуть? Теперь переходим к резным, так называемым, храмам. Материалом для резьбы служили песчаник, мыльный камень, чаще всего мрамор. Что это за материал? Возьмите, разрежьте гнилой пенек, и вы получите те же текстуры и тот же материал в миниатюре. И для муравьев гнилой пень мрамором, монолитным песчаником, камнем и представляется. Как резали? Вновь одни скажут станком ЧПУ, другие размягчения, третий бетон. Хотя, по идее, можно увидеть целый комплекс применения технологий. Станок ЧПУ, конечно, подходит, но смотрим на купольные потолки и понимаем, что для каждого станка нужен уж больший размах, чтобы компьютерной программой всю картину охватить целиком. Резные кружева по краям, конечно, можно сделать станком ЧПУ, но обращают внимание на себя загнутые лепестки. То есть размягчение камня имеет место быть. Даже вот вам еще более тонкий пример. Если примеров мало, то давайте рассмотрим колонны. Посмотрите на эту вазу внутри, которая по краям обняли каменные лепестки. Как это вообще можно было сделать? По частям вырезали и потом скрепили всю конструкцию или лепили? Но нам говорят, что это монолит, и причем сделано зубилом какого-то виртуоза. Давайте рассмотрим еще одну колонну. Заглядываем в каждую щель. На отломанных частях колонны видно очень много пустот. И таковых колонн там хватает. Одни уникальны, другие по шаблону. Колонны в храмах Кераду, которые чаще описывают с таким дополнением место до сих пор местническое и видят часто там призраков. Хотя если вы ведете в поисковик «Изобрели плащ-невидимку», то вам выдаст изобретение разных стран как Китая, так и Испании, так и Израиля, так и Америки. То есть фантастические фильмы «Хищник» или «Человек-невидимка» не такие уж их фантастические. Сюда же вспоминаем очень старые сказки о плаще-невидимке и понимаем, что это далеко не сказки. К чему я делаю такие окончания на эту главу? Вот ровно как и призраки могут оказаться проекцией или человеком, не желающим быть видимым. В плаще-невидимке все это и есть, но просто не все люди слышали об этих технологиях как о реальных. Не все люди хотят верить в это. Вот так и тут с обработкой камня мы можем расценивать все с позиций имеющихся сравнений и технологий, но это не значит, что полностью от и до разгадали, как то или иное строение было возведено при той сложности, которую мы рассмотрели. Вот такие вот дела. А с вами был Паш Лобанов и пуль снегопада Салютовичи. До свидания. И до". До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok